Рок это больше чем музыка, считают участники и гости фестиваля Кубана. Несмотря на дождливую погоду в Риге, всего 15 градусов выше нуля, поклонники жанра наслаждаются творчеством любимых исполнителей. А они порой преподносят сюрпризы. Например, сегодня, в заключительный день фестиваля, на одной сцене выступили панк-группа Тараканы и певец Вахтанг Кикабидзе. Моя коллега Анастасия Тимончева почувствовала рок-атмосферу и пообщалась с гостями фестиваля. На Кубане важны все гости, но некоторые важнее других. В павильоне для СМИ 78-летнего Вахтанга Кикабидзе ждут сотрудники не только российских, но и западных изданий. Такую аудиторию до него здесь пока не собрал ни один музыкант. Народный артист Грузинской ССР на рок-фестивале. В такое сочетание многие не верили до последнего. Они сказали по поводу, мне говорят, звонили по поводу Кубана. Я говорю, да, а что такое? Вы, говорит, не боитесь сюда ехать? Я говорю, а там что, бьют или что? Или пьют? Я очень люблю вот такую музыку. Очень. Но тут будет смешной случай, если я стоял песнями. Да. В сдержанной манере пожилого джентльмена он исполнил «Мои года, моё богатство» и другие известные песни. На Кубану, а это уже восьмая, приезжали и другие возрастные исполнители. Нестандартные списки представителей разных жанров и стран делают фестиваль по-настоящему свободным, объясняют организаторы. После Кикабидзе на сцену выходят тараканы. По устрову в центре Риги снова разносятся привычные в эти дни звуки панк-рока. Территория у сцены пустовата. Весь день моросит дождь и всего плюс 15. Непогода ударила по посещаемости. Несмотря на это, у музыкантов хороший настрой. В этом году приехали почти все уже знакомые с Кубаной. Наслышаны про сложную судьбу фестиваля. В прошлом году он переехал в Ригу. В России не нашлось подходящей площадки. Не договорились с властями регионов. А в привычном Краснодарском крае возникли финансовые проблемы и вопросы безопасности из-за близости к неспокойной Украине. В Латвии приняли. Оказалось, здесь провести Кубану дешевле. Мы работаем с Европой. У нас стоит социализм больше. Звук из Чехии. Это дешевле, качественнее и намного более профессиональный. Во многих организационных вопросах нам помогает Рижская дума. И это, естественно, снижает наши расходы. На Кубани его называют команданты. Главный идеолог фестиваля Илья Островский. Ему удалось решить непростые бытовые вопросы. Привезти сюда мировых звезд. Среди хедлайнеров Гуана Эйпс, Гарбич. Организовать встречу вахтанга Кикабидзе с российским зрителем. В нашу страну певец не ездит с 2008-го по политическим соображениям. Но все равно команданты выглядят расстроенным. Третий день фестиваля. А зрителей катастрофически мало. Это прямые убытки. Основные доходы это продажа билетов. Потому что спонсорский маркетинг, говорим, здесь в Латвии очень слабый. На это рассчитывать не приходится. Нет людей, конечно же, однозначно больше, чем в прошлом году. Но все равно посещаемость оставляет желать лучшего. В 2015-м Кубану в Латвии посетили около 15 тысяч человек. Тогда фестиваль даже не окупился. В этом году Островский рассчитывал на приток европейского зрителя. В первую очередь латышей. А приехали в основном россияне, белорусы и украинцы. Почему местные жители не готовы отдать 15 евро за вход, пока команданты не понимают. И уже после Кубана-2016 будет разбираться, где же в формуле, рассчитанной для успешного фестиваля, допущена ошибка. Анастасия Тимоничева, Павел Фомин. Live. Рига. Латвия.